Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными людьми моего города по книге Санкт-Петербург под редакцией Даринского. Авторы-составители Даринский, Старцев, Мурин, Борожей, Бойко. Иван Тирбенев, живописец, скульптор. 21 мая по новому стилю 1780 года в семье петербургского скульптора родился замечательный живописец и скульптор Иван Иванович Тирбенев. В шестилетнем возрасте он был отдан воспитательному училище при Академии художеств. Во время учебы у него проявились склонности как к живописи, так и к скульптуре. Уже в 1800 году юноша окончил Академию художеств с малой золотой медалью, которую получил за исполнение рельефа Полтавская битва на постаменте памятника Петру I перед Михайловским инженерным замком. За хорошую способность его оставили при Академии для дальнейшего усовершенствования. Но молодой художник, тяготясь академическими правилами, вскоре ее оставил. В 1805 году переехал в Тверь, где стал работать преподавателем в местной гимнастии. В 1807 году, выйдя в отставку, он возрастился в Петербург, который не оставил уже до конца жизни. Наиболее ярко, как скульптор Тирбенев проявил свои способности в работе над лепными украшениями Адмиралтейства, над которыми трудились многие изменитые мастера. Он автор 22-метрового горельефа заведения флота в России над аркой главных ворот Адмиралтейства. В центре многофигурной композиции «Бог моря Нептун» вручает Петру I трезубец, как знак власти над морями. На боковых частях горельефа изображены тритоны, занимающиеся различными корабельными работами и приветствующие уже спущенные на воду судна. Ниже горельефа расположены аллегорические фигуры летящих богинь Славы. Им же выполнены парящие богини Славы над арками Невских павильонов. Аллегорическая скульптура Тирбенева на громадных фронтонах Адмиралтейства прославляет военно-морские подвиги русского народа и расцвет страны. Большой высоты творчество Ивана Ивановича Тирбенева достигло в сатирических листах на тему Отечественной войны 1812 года. Таких листов было 43. Эти работы легли в основу азбуки «Подарок детям в память войны 1812 года», которая была издана в Петербурге в 1815 году. В нее вошли 34 раскрашенные гравюры карикатуры на Наполеона и его армию. Но одновременно гравюры прославляли подвиги русского народа во время Отечественной войны. Под каждой картинкой помещался стихотворный текст с выгодной буквой. Тирбеневская азбука первой в России, адресованной детям, сатирическое издание, насыщенное политическим содержанием, которое воспитывало чувство патриотизма, уважения к народу, победившему могущественного врага. Творческую работу Ивана Ивановича Тирбенева прервала преждевременная смерть. Он умер в Петербурге 16 января 1815 года. Вот, наверное, и все о знаменитом человеке Иван Иванович Тирбеневе, который жил у нас в моем городе в Петербурге. Я пользовался и зачитывал текст по книге «Санкт-Петербург» под редакцией Доринского. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok